Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая Марка Гейтмана, медицинский центр призма. А с нами на связи Андрей Золотарёв, которого мы очень рады видеть. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, много всяких новостей сегодня и ночью, и вчера приходит из Херсона, Херсонской области. Но я начну сейчас с очень интересной и неожиданной новости, которую сегодня написал советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко. Он процитировал Догина, который вдруг разразился статьей по поводу того, что происходит вокруг Херсона. И я вот все-таки хочу прочитать, что же сказал Догин. Мне кажется, это интересно. Не потому, что я хочу прочитать Догина, а потому, что очень интересно то, что он сказал. Власть, это прямая цитата, власть, она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия? А у нас именно оно. Мы даем правителю абсолютную полноту власти. А он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает, тогда судьба царя дождей. И он ссылается на Фрезера. А у Фрезера царь дождя должен послать влагу в сезон дождя. Если дождь не идет, царя просто убивают. Иными словами, я правильно понимаю, что Догин предлагает убить Титина, если сдадут Херстуруру? Ну, для, безусловно, читавших Фрезера и знающих, собственно, вот эту цитату, это более чем прозрачный намек. И надо полагать то, что, да, действительно, когда я и ранее говорил о том, что потенциальные сменщики Путина в Российской Федерации могут оказаться куда более ястребинными, нежели Владимир Владимирович. Собственно, это не секрет. Ну, мы видим, как Пригожин активно осваивается в российской политике. Еще год назад, мог подумать, такая полутеневая фигура сегодня раздает интервью, умничает по поводу Ибеза Ликадыров, которого, по-моему, все без исключения стеновики ненавидели лютой ненависти, но он позволяет давать оценки, нарушая всякую субординацию, генералитету. То есть, там не все хорошо, не все спокойно. И, безусловно, с Херсоном, поскольку шла же довольно мощная пропагандистская накачка, навеки с Россией, Херсон наш и так далее, а тут такой конфуз. Вот эта зрада, она, безусловно, с военной точки зрения, плацдарм на правом берегу, он перспектив не имел. Без возможности нормальной логистики, а техника, личный состав, сколько там, 20-40 тысяч, все равно это колоссальное количество грузов, одного топлива, сколько надо. Но ведь танк это жрет дистоплива очень много. БМП чуть меньше, но все это требует поставок. А с поставками, ну, с учетом того, что отработали по мостам, по переправам, с этим проблемы. Поэтому, с постоянной точки зрения, решение вполне логичное. Но с политической точки зрения, репутационный ущерб колоссальный. И, безусловно, ну, уже, собственно, вторые сутки наблюдаем вот это бруление коричневого вещества в головах некоторых, ну, особо уропатриотичных российских деятелей. Поэтому ничего удивительного нет. Но говорить о том, что Херсон приведет сам по себе к смуте, ну, да, репутационный ущерб серьезный, но, я думаю, к табакерке или к шарфику еще не доберутся. Дальнейшие, если будут такого же масштаба поражения, то да, такой вариант не исключен. Это мне напоминает, знаете, ведь перед Сусимой, которая стала колоссальным ударом по самодержавию, была еще и мукденская катастрофа, которая, как бы, сошла. Но все впереди. Поэтому, как бы, нам пить шампанское еще очень далеко, рано. Но, поскольку у нас некоторые как-то чересчур эмоционально воспринимают уход русских из Херсона, это да, ну, это прогнозировали тот же Буданов, чьи прогнозы более-менее отвечают, как говорится, помним то, что он ранее прогнозировал. Но еще ничего не закончено. Еще будет ракетный террор, будут удары по энергоструктуре, поэтому... Да, в России сегодня говорят о договорняке. Да, и здесь тоже будут подозрения на этот счет, в том, что, дескать, вот авансом российская сторона, чтобы склонить переговоры, ибо ситуация у Путина такова, но он хочет, чтобы с ним говорить. Не Зеленский, не Зеленский с Байденом, им говорить не хотят. Ну, судя по тому, что он таки не поедет на саммит G20, собственно, а, пожалуй, в поездке в Индонезию Россия была заинтересована, как никто другой, ибо лучшего смуща показать то, что с Путиным говорят, что никакой международной изоляции России нет, ну, такого смуща еще долго не будет. Но даже эту возможность использовать не сумели, очевидно, по одной простой причине. С Путиным никто говорить не собирается, и не сейчас, и, как говорится, и в ближайшие перспективы точно. Андрей, ну, раз уж вы это сказали, то давайте сразу на эту тему поговорим, потому что тема, на самом деле, интересная, болезненная и горячая, как горячие пирожки за последние дни. Потому что все началось где-то издалека, и стало подкрадываться вот все эти идеи о переговорах возможных Украины с Россией, или в каком-то другом формате, но касающийся войны России против Украины. Все началось с американских средств массовой информации, которые стали говорить о том, что так или иначе в Америке идут дискуссии о том, что, возможно, нужно все-таки какие-то переговоры провести. Затем сюда неожиданно приехал Джейк Салливан. И все знают, что Джейк Салливан так или иначе всегда был сторонником каких-то переговоров с Россией. Так или иначе. Ну, по крайней мере, так всегда это виделось. А после этого совершенно неожиданно генерал Милль вдруг заговорил о переговорах и о том, что нужно воспользоваться возможностью этих переговоров. И сказал, что если уже эти переговоры не состоятся или там сорвутся, ну, тогда, значит, Америка продолжит поддерживать Украину. Но самое важное, что эти переговоры стали витать в воздухе, стали очень часто повторяться в американских средствах массовой информации. И что интересно, они стали очень активно продвигаться, даже не во время вот этой избирательной кампании в конгресс американский, а уже в день выборов и позже. То есть вот очень интересная такая тенденция. Вот непонятно, то ли они были повесткой предвыборной, то ли это какое-то изменение отношений и видений отношений с Россией. Вот вы сказали, говорить не будут, да? Но, с другой стороны, Америка возобновляет работу комиссии, которая связана с контролем ядерного оружия. Работа этой комиссии была приостановлена летом. Вот давайте немножко об этом. Я же отделяюсь с Путиным. То есть, что касается там вопросов ядерного оружия, безусловно, коммуникация будет. Будет коммуникация там между Министерствами обороны. Это само собой. Но именно с Путиным, с политической фигурой, говорить не собирается. А что касается возможностей, ну, обратите внимание, опять же, сейчас очень много играет с информацией, фантазирует. Давайте опираться на факты. Ну, у Зеленского изменилась за последние дни позиция? Изменилась. Частично. То есть, уже не отбрасывает. То есть, как ранее вопрос ставился. Пока Путин президент, говорить не с кем. Сейчас, как бы, говорить не будем. Сейчас это, как говорится, вот этот пункт исключен. То есть, после... Ну, о чем написал политика? Да, да, да. После общения с Сальваном заметно то, что позиция украинской стороны несколько изменилась. То есть, она не изменилась кардинально, но подверглась коррекции. Очевидно, ну, как говорится, Сальван говорил о необходимости, но я не думаю, что он дожимал и ставил вопрос. И давайте вспомним полгода назад, в конце весны, когда мы общались, когда я говорил о том, что Соединенные Штаты, если бы они делали ставку на военную победу Украины над Россией, ну, характер поставок оружия, ленд-лист бы работал не как пиар-проект демократов, а как реальный механизм. Если вспомнить, знаете, вот с лендризом интересная история. Его-то еще до российского вторжения предложили республиканцы. Но дальше такая расхожая политтехнология, блестящая идея, а давайте ее перехватим. И команда Байдена грамотно, профессионально перехватила. И, как говорится, в мае, 9 мая, Байден подписывает, этот закон. То есть, тему перехватили. Тем более, тогда был пик в общественном мнении. Код хороший, безусловно. Но, что за этот момент было сделано? То есть, по программе ленд-лиза, а ленд-лиза, по сути, как я и говорил, это безлимитная кредитная карточка. Пока говорить о том, что ленд-лиза, назывались, там, с 1 октября заработает, ну, будем говорить, как оно есть. Нет. Более того, объемы помощи стали несколько меньше. Да, мы благодарны Соединенным Штатам за помощь. Это все равно объем колоссальный. Но это, понимают, что это континентальная война, которая требует неимоверного количества ресурсов, техники. Ну, для сдерживания, как я и говорил, этого достаточно, но недостаточно для военной победы. Поэтому, ну, собственно, что из этого проистекает? Очевидно, что команда в Белом доме не заинтересована в, кажется, полной военной победе Украины над Россией, ну, полного, как говорится, освобождения украинской территории, захваченной россиянами. Возможно, опасаются дестабилизации в России. То есть, ну, как я говорил, колбаску ломтиками нарезают, очевидно, там рассчитывают играть в долгую. То есть, чтобы эти перемены в России были плавными и контролируемыми, чтобы, не дай бог, там не начался процесс фрагментации с переходом контроля над оружием массового уничтожения в нефте или непонятные руки. Поэтому, наверное, вот так. Потому что, если возьмем помесячные объемы помощи, то сейчас даже меньше, чем весной. Да, это один, практически один миллион снарядов 155 миллиметров. Это почти столько же, ну, как Марк Солонин приводил цифры, это столько, сколько Красная Армия в 41-м году. Мысли на огромном фронте от Мурманска до Черного моря. Это колоссальное количество боеприпасов. Но, еще раз подчеркиваю, это не тот, скажем так, и номенклатура техники не позволяет решать более масштабные задачи. Андрей, вот вы сказали, что Запад хотел бы, чтобы процессы в России шли плавно и прогнозируемо. Ну, вот к вам, как эксперту с огромным опытом, вопрос, когда это Запад умел прогнозировать Россию и события в России? Можем начать вот от какого угодно времени, но давайте далеко не пойдем, давайте где-то с момента, со времени до распада Советского Союза, да, как они тогда не хотели распада СССР, как затем они создали эти энергетические механизмы, как затем они воспитали Путина и воссоздали его, помогли этому становлению. То есть, когда это прогнозировало? Да, я помню 92-й, 93-й год, помните ситуацию, берите с университета сколько, сколько сможете перевалить, тогда же игра заходила довольно далеко и дело могло кончиться не только распадом Советского Союза, но и распадом Российской Федерации. Да, и как раз во многом благодаря коллективному Западу вот этот процесс не пошел дальше. То есть, он не получил внешней поддержки, поскольку, еще раз подчеркиваю, Запад не был заинтересован в том, чтобы ядерное, химическое, прочее оружие попало в те руки. поэтому, условно говоря, целая отрасль науки как советология в Соединенных Штатах Америки как раз это неблагодарная задача изучать закрытую страну, когда минимум открытых источников. Это сейчас есть разведка по открытым источникам, тогда же этого ничего не было. Приходилось налить по крупицам и читать между строк. Отсюда довольно условная точность. Но болевые точки Советского Союза, скажу, американские советологи нащупали очень точно. И это мы увидели в 80-е годы. Поэтому да, очень часто они ошибались с прогнозами, но свой хлеб они ели не зря. Ну, а после это распад? Уже были кучи возможностей. Безусловно, да. Дело в том, что надо как говорится дать должный Путин. Он довольно умело играл на настроениях части западных элит. И если взять допустим не только Соединенные Штаты Америки, но и ту же Германию, как бы добился очень серьезных результатов. И там до сих пор говорят о том, что надо все-таки улучшить хорошо торговать, нежели играть с этими санкциями, которые больше наносят колоссальную учебу фриманской экономике. И в Соединенных Штатах Америки тоже хватает голосов тех, которые считают, что надо тот же Маккарти республиканцы. У президента США должны быть другие проблемы, кроме Украины. То есть Путин очень умело играл с этими настроениями. Уже потом, после мюнхенской речи Путина, некоторые взялись за голову и поняли, что амбиции простираются совсем не в том направлении, в котором они предполагали. Но за эти годы, до 2014 года российская экономика зашла, допустим, та же финансовая система зашла на Запад куда дальше, нежели украинская. Интегрировалась. И 300 тысяч россиян в Великобритании. Недвижимость, это бизнес. Поэтому благодаря хорошей экономической конъюнктуре, ценам на энергоносители, пролившийся нефтедолларовый дождь в нулевые годы позволило перейти от задач сугубо внутрисоциальных и внутриэкономических довольно амбициозным геополитическим планом. Другое дело, то, что все это за последние 14-го года пошло совсем, как говорится, уже в радикальных формах и для многих стало шоком, а тем более 24-е февраля позиции, возьмите, премьер новоиспеченный премьер и до этого она выступала вполне как человек, симпатизирующий Путина. Событие, логика силового обстоятельства оказалось сильнее ее намерений дружить с Россией. И можно приводить и другие примеры. Поэтому, если так взять по большому счету, то Запад очень серьезно ошибся с Путиным. Трагически ошибся с Путиным. Ну, такое тоже бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, давайте тогда поговорим о результатах выборов в Америке, потому что, конечно, окончательные результаты будут известны в декабре, это уже понятно. Вернее, Джорджия. Джорджия, конечно, да, Джорджия. Ну, вот интересно уже, что на данный момент можно сказать, как это повлияет на политику Байдена, как это повлияет на его команду, как в целом это повлияет на решение республиканцев, сколько там сразу интриг появится вокруг того, кто же будет баллотироваться в президенты республиканцев, какое ожидание вы ожидаете от Трампа, извините за тавтологию, что он скажет 15 ноября, как обещал. В общем, все вам про Америку свалило в одну корзину, будем разбираться. Знаете, ну, это, кстати, с выборами в Штатах, это промежуточные выборы, там же не только Конгресс, Сената, губернаторы, референдумы, там в некоторых Штатах отменили рабство референдумов. Легализовывали марихуану, то есть, как говорится, это день выбора. Знаете, это очень хороший пример того, как, опять же, да, по логике вещей очень многие эксперты, и ваш подкорный в том числе и ошибались, прогнозируя, скажем, красное цунами, красную волну республиканцев. Почему? Ну, опять же, мы исходили из логики того, что в 2010 году тоже сработал, американцы называют, это эффект термостата, когда на промежуточных выборах правящая партия, она, как говорится, терпит поражение, и тогда Обаме это стоило там, минус 60 мандатов на минуточку. Вот, и исходили из того, что вопрос был только в том, возьмут, как говорится, по очкам или разгромы победят республиканцы. Но, как мы видим, в том, что красной волны не получилось. Более того, даже те, очень много кандидатов, которых поддерживал Трамп, даже и Мелания, как Мехмед Ос, который проиграл Фетерману, человек после тяжелой болезни, после инсульта, но тем не менее выиграл, опреки всем прогнозам, и, безусловно, это очень сильно расстроило Трампа. Трамп поддерживал более 300 кандидатов. на этих выборах. И очень многие благополучно пролетели. Хотя, то, что мы видели летом, обещало обратно. И, опять же, это то, чем праймарис в Америке отличается от выборов. Ведь праймарис, это все-таки это внутрикомандное состязание. И, как бы, мы видели на праймарис триумф трампистов, которые помним, лещение, которое покоронило свою политическую карьеру, проиграв праймарис гораздо, казалось бы, более слабой конкурентки. Но насталося так, как гадалось. То, что прошло на праймарис, оно обернулось несколько иными результатами. ведь политехнологии, они таковы, что иногда они требуют парадоксальных решений. Вот на праймарис многие обратили внимание к тому, что ниточки поддержки ряда очень радикальных республиканцев, будем называть вещи своими именами, фриков, тянулись к демократической партии. И, ну, там, по-моему, в Детройте одна, как говорится, желающая стать конгресс-вумен, рассказывала симпатия Гитлера. Ну, пройдет какого замеса деятеля. Естественно, почему, как говорится, не подыграть, как говорится, таковы. И результат налицо. Я скажу, демократы в этом плане их политтехнологии тоже объедят не зря. Вот эта стратегия подыгрывания радикальным республиканцам, она принесла особый результат. Поскольку многие умерены в этой ситуации, в итоге сошли с дистанции, а в конечном счете это позволило обеспечить демократам вполне пристойный результат. Представьте, из 213 на 222 это совсем не разгром. А многие живущие в Соединенных Штатах эксперты, которые имеют куда больше информационную базу для анализа куда больше оснований делать выводы, прогнозировали именно разгром демократов. да, и действительно экономическая конъюнктура была такова, что уровень инфляции плюс безработица аналогичен худшему периоду президентства Барака Обама. Я напомню, что проиграли 60 мест. По логике вещей это все обещало повториться в 2012 году. Как раз благодаря умению демократов использовать белые, серые, черные технологии, политические технологии, этого не случилось. Ну, напомню, о досрочном голосовании, которое за 45 дней может осуществляться. И то, что на выборах, на президентских выборах пеняли демократам о том, что они злоупотребляли вот этим насрочным голосованием, это в полной мере проявилось и здесь. Но, будем назвать вещи своими именами, ведь республиканцы тоже не ангелы с крылышками, не образец крутуазного манилини. Джерримендеринг, то есть нарезание кругов под себя, итогами переписи 2020 года республиканцы воспользовались тоже сполна. Поэтому, собственно, говорить о том, что тут кто-то, кажется, агнцы, кто-то козлищи, не приходится. То есть это нормальные выборы, тем более, которые не обошлись без сенсации. достаточно сказать, что двое конгрессменов демократической партии, умершие в октябре месяце, Энтони Делуков в Пенсильвании и Барбара Кирнер в Теннессе в приклонном возрасте 85 лет и 93 года. тем не менее победили на выбор. Это, кстати, о том, что в Соединенных Штатах очень серьезно поднялся возраст активной политической жизни. 93 года идти в Конгресс, как бы у нас посмотрели, если бы кто-то в 93 года баллотировался в Раду. Тем не менее даже люди, ушедшие мир иной, побеждают. Победила в ряде на губернаторских выборах, которые, в принципе, прошли без сенсации. Большинство губернаторов сохранили свои посты за редким исключением. Но, допустим, в Массачусетсе первая женщина губернатора штата до этого не было. А Массачусетс это один из столпов штат, стоявший у истоков американской независимости. Или Уэс Мур, женщина-губернатор Мэриленда, который не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Выборы, таковы выборы. Что касается Трампа, если вернуться, то мы видим по выборам в Флориде, где Десантис, губернатор Флориде, который предыдущие выборы сумел еле-еле меньше, чем полпроцента отрывок от конкурента. В этот раз триумфально. С отрывом почти в 20% победил своего ближайшего конкурента. И вот это потенциально, я думаю, это потенциально главный теперь соперник Трампа на праймарис, на выдвижение кандидата президента Соединенных Штатов на выборы 24-го года от республиканской партии. Судя по всему, другой такой сильной фигуры республиканцы не сгибают. А то, что часть республиканцев, значительная часть республиканцев считает, что нужна более взвешенная прогнозируемая фигура, нежели эксцентричный Трамп. Это, кажется, секрет Палишинеля. Я думаю, что в глубинном американском государстве какие-то процессы идут, и мы увидим в ближайшее время, как эту фигуру начнут активнее продвигать. Да, и, кстати, наши бывшие, как говорится, некоторые наши бывшие сограждане в лице конгресс-вумен Спаркс Кольгейко тоже триумфально победили на выборах. Но, учитывая те результаты, о которых я говорил, да, они могут сыпать песок, они могут утормозить какие-то инициативы команды Байдена, но они будут не в состоянии совершить разворот, какой-то кардинальный разворот политики. Другой момент, то, что вот эти два года пройдут под знаменем, приближающихся президентских выборов, да, будут терроризировать команду Байдена запросами, расследованиями, относительно, ну, не исключая того, что относительно той помощи, которая предоставлялась Украине. Поэтому, когда некоторые тут восторгались головокружительной карьерой госпожи Спаркс-Кольгейко, я говорю, подождите, это мадам еще себя во всей красе покажет. И она, я думаю, что впереди она может доставить банковой немало неприятных минут, потому что, ну, как говорится, ее активность, подозреваю, будет иметь негативный характер. При этом, ну, отнюдь некоторые там уже, когда пошел ее первый накат на офис, уже поспешили окрестить, не агентом Путина, но нет, это типичная американская политика. Зададутся простым вопросом, ну, как, что такое там 300 миллионов долларов на возвращение посольства Соединенных Штатов Америки в Киев. Это же тоже масштаба, в рамках помощи Украине. То есть, будут копать, куда и на что шли деньги техникам американских налогоплательщиков. Ну, речь идет скорее о внутренней теперь политике подготовки к выборам президентским. Да, на этом будет делаться акцент, но ведь и повестка дня, ведь тема, допустим, Украины, у нас же здесь считают, что, ну, как бы, не, ну, демократы, тема, как говорится, права на аборты, республиканцы, ценники на галлон бензина, то есть, совершенно повестка дня выборов в Соединенных Штатах Америки, ну, то есть, Украина, она не была в мейнстриме, да, она поднималась, то есть, она, кажется, в политической позиции тех, кто шел на выборы, она присутствовала, но она не являлась в мейнстриме. Будем называть вещи своей. Андрей, мы с вами сейчас встречаемся накануне встречи Большой Двадцатки. Это, кстати, очень интересное событие, потому что, я так понимаю, уже объявлено о том, что состоится встреча Байдена и лидера Китая. Это интересная история, особенно после того съезда, который произошел в Китае. И вот некоторые эксперты, западные в том числе, и китайведы, говорят о том, что Китай находится в таком состоянии, что Си будет вынужден так или иначе договариваться с Байденом. И не знаю, как вы оцениваете результаты, возможные результаты этой встречи, и считаете ли вы, что любые потенциальные договоренности между Штатами и Китаем автоматически становятся плохими новостями для России, а значит, хорошими новостями для Украины. Вот какая-то такая логика. Ну, тут сложно это, знаете, увязывать. Ведь далеко не всегда то, что команда Байдена была довольна итогами, заявила, что она довольна итогами визита в Саудовскую Аравию, пустя некоторое время как оно повернулось. Поэтому, я думаю, что будут обсуждать Тайвань, будут обсуждать двусторонние торгово-экономические отношения, это ключевое. Ведь когда товарооборот, ну, возьмите, товарооборот России и Китая, это там порядка 150 миллиардов долларов, а Соединенных Штатов и Китая, это более 700. Вот когда у тебя товарооборот порядка 700 миллиардов долларов, невозможно, как говорится, что-то предпринять друг против друга, чтобы это не вернулось бумераном тебе. Ну, чайная Америка, эффект. Поэтому, ну, уж как-то будут искать точки соприкосновения, хотя мне кажется, что товарищ Си еще, как говорится, себя во всей красе не показал. Это очень идеологизированный человек. Ну, понятно, что если бы кто-то, допустим, там, те же технократы или шанхайский клан в итоге там отодвинул Си Цзиньпина, ну, Байдену было бы с ними говорить намного легче. Но придется жить с товарищем Си. Я думаю, что, ну, политика искусства реального, как говорится, избежать кризиса вокруг Тайваня. Есть целый ряд вопросов, которые, ну, где Си Цзиньпин тоже будет вынужден, как говорится, идти на компромисс. Ведь никто не заметил то, что Соединенные Штаты санкции в отношении производства полупроводников микропроцессоров в Китае, когда американские граждане были работающие в Китае. были поставлены перед дилеммой. Или американский паспорт, или хорошо оплачиваемая работа в Китае. Я думаю, что выбрали первое. А это колоссальнейший удар по полупроводниковой промышленности Китая. Ну, что такое полупроводники, ну, я думаю, долго разговаривать не надо. Всем понятно, что без этого современная экономика, техника не работают. и, допустим, наш эфир, как говорится, во многом благодаря, кажется, достижениям новой техники, которые внедрены во всевозможные гаджеты. Понятно, что для Китая это очень болезненно, поэтому есть, что обсуждать. Я думаю, знаете, эти стратегические Соединенные Штаты именно Китай рассматривают как главного оппонента. и Китай с другой стороны, он съезд, 20-й съезд, там же не говорилось о многополярном мире, говорилось о биполярном мире. То есть, ни Китай, ни Соединенные Штаты не воспринимают Россию как глобального Европа. Кстати, вот это во многом как раз благодаря Украине и то, как Продъединивание Эрдогана. Как набирает силу, как диктует свои условия. Поэтому, ну, максимум итог, вот вся эта встреча очевидно будет фиксировать на том, что, говорится, невосприятие глобальных амбиций русской России и, собственно, поиск каких-то точек соприкосновения вокруг торгово-экономических вопросов, вопросов, связанных с полупроводниковой промышленностью и Тайвань. Андрей, вот мы специально прошлись по разным политическим контекстом в разных странах и снова вернемся к войне России против Украины. Потому что очень хочется понять, как вам представляется возможное развитие событий теперь с точки зрения политики, политического аналитика. Потому что, с одной стороны, многие говорят о том, что, долго говорилось о том, что Путин заинтересован в затяжной войне. Так как сейчас происходит, то непонятно, заинтересован или нет. С одной стороны, выглядит так, что Запад, вот Рамштайн снова инициирован, снова передают нам оружие и достаточно много. Если посмотреть специализированные сайты, то, может быть, даже больше, чем мы думаем, многое остается за кадром. С одной стороны, кажется, что все заинтересованы в победе Украины. С другой стороны, что такое победа? Тоже вопрос. Некоторые аналитики говорят, что Украина за эту зиму может очень сильно продвинуться и фактически разбить российскую армию. Очень много военного фактора. Это понятно. Но вокруг этого военного фактора очень много политических всяких событий, пазлов, связок и всего прочего. Вот если можно, как вам представляется, как могут развиваться события, ну, скажем, на ближайшие пару месяцев? Очень интересно. Смотрите, цель Запада, я бы сказал, не столько военная победа, сколько не допустить военного поражения Украины. То есть, ну, если бы делали ставку на победу, еще раз повторяю, ну, я думаю, вот эти три топора, гаубицы, хаймарсы у нас были бы еще до 24 февраля. А так, ну, никто не верил, что украинская армия там продержится больше недели. И, соответственно, номернатура поставок включала такую слубо вооружение, которое больше пригодно для партизанской войны. Те же джевелины, стингеры, там, энловки. И то, очень много из этого пошло в Украину последние месяцы. И только когда увидели, что блицкригом ничего не вышло, тогда к нам пошло серьезное тяжелое оружие. Вот. Поэтому, ну, и, собственно, вот эта цель вот этих военной помощи, она остается прежней. Абрамсов и F-16 можем увидеть, но в более отдаленной перспективе. В ближайшее время такая техника на вооружение ВСУ не поступит. Ну, и к тому же зачем появление такого игрока? Ведь, по большому счету, эта война показала, что, ну, даже среди армии НАТО, турецкая, британская, французская армия. Вот. Те армии, которые потенциал превосходят вооруженные силы Украины. Ну, а остальные, собственно, с чем сравнивать? Поэтому, как бы, такой, можно сказать, игрок, лишний игрок. Я думаю, что политика вечно цинична. Никто не заинтересован в слишком, чтобы Украина слишком усилилась. Дальше, другой момент. Вот, вот эти слухи о договорняке, ну, безусловно, если начнут дожимать, а мы критически зависим от внешней помощи, ну, что есть? Мы начнем дожимать, нас начнут дожимать. Нас начнут дожимать, что садитесь, договаривайтесь, ставьте войну на паузу, вот по 38-й параллель, то есть военными средствами, ну, как война в Корее. Мы увидели, что военные уже показали максимум того, чего возможно. Да, Соединенные Штаты в 50-м году сначала Ким Ир Сен оккупировал почти весь корейский полуостров, потом подключились американцы, десант в Инчхоне, войска Ким Ир Сена откатились до реки Яму, практически вся территория была потеряна. Ну, потом пришли китайские добровольцы, но в итоге всего этого все закончилось на 38-й параллель. Вот где-то схожее может случиться у нас, когда нас начнут подталкивать к тому, что садитесь, договоритесь. Рычаги очень мощные. Во-первых, у нас ополовиненная экономика, мы, говорящие своими именами, у нас хребет украинской экономики перебит. и без внешней финансовой помощи. Финансировать социальные, финансировать армию, все остальное финансировать государством, будет нечего элементарного. Это раз. И, во-вторых, боеприпасы, техника, все это, расходный материал войны. И он постоянно требует пополнения закромов. Поэтому рычаги очень мощные. Которым сопротивляться, то есть сказать нет, спасибо за помощь, но дальше мы сами, мы не в той ситуации. Но это будет политически самоубийственно для команды Зеленского. Да, у нее сейчас кардмалаш политический, то есть на сегодняшний день конкурентов не видно. плюс начавшийся процесс национализации. То, о чем годы, два года назад я говорил, что украинская олигархия обречена. То есть мы вступаем в завершающий акт. Я думаю, следом за Коломойским Живаго, Ригоришином, Богослаевым, Богослаевым не столько красный, не столько олигарх, сколько такой краснокнижный красный директор. Достаточно эффективный, к слову. Но вот эта эпоха, она выбивается экономическая база, экономическая и финансовая база появления проектов, которые финансировал бы олигархический класс. следом, я думаю, что будет и энергетика. Ирина Анатольевич, стоит напрячься с ДТЭК, может всяко получиться. Горно-метеорологический комплекс. Поэтому нас ждут очень интересные события в плане экономики. Но это повлечет очень серьезные политические подвижки, поскольку вот та политика, которая сформировалась в конце 90-х годов, и медиа, как говорится, система Украины, она как раз здесь ждет на олигархической модели экономики. Если она разрушается, то и соответственно рушится этап традиционная политическая надстройка. И нас ждет, ждут, как говорил год назад, тектонические изменения украинской политики. Команда президента, понятно, что она хочет отыграть ситуацию в свою пользу. Да, и сейчас мне кажется только назначить выборы, как говорится, задача политтехнологов найти удобную для президента, выгодную для президента дату выбора. Но, смею заверить, все может очень скоро кардинально поменяться. Поскольку Зеленский, он в президентское кресло попал как такой баланс между Юго-Востоком и патриотическим нашим избирателем, многие ждали как раз, что придет между ватниками и вышиватниками и должен появиться адекват. Но, собственно, теперь Украина поставлена на два правых крыла и Зеленскому в этой ситуации удержаться будет очень сложно. будут пытаться эмулировать проекты для Юго-Востока создать. То есть, понятно, что практически все партии, которые претендовали на электорат Юго-Востока, они выведены из удалены с поля. Законно незаконно, но другой это отдельный разговор, но раз святое место пусто не бывает, значит, она отпустит. Ну вот мы видим уже то, что на эту нишу уже готовят. Алексей Демидрович, всем известный кумир женщин бальзаковского возраста, который их блестяще успокаивал в марте месяца, явно я вижу амбиции на политический проект. Да, можно говорить о том, что у него президентские амбиции, но, знаете, проси больше дадут в самый раз. Поэтому, я думаю, у нас впереди много интересных. Но для этого, для того, чтобы это все увидеть, сначала хотя бы война должна быть поставлена на паузу. Пока, я думаю, в ближайшие до Нового года, я думаю, этого не произойдет. Андрей, позвольте три небольших уточнения. Я правильно понимаю, что во время военного положения никакие выборы не проводятся? То есть война должна быть непосредственно? Безусловно, да. Да, это невозможно. Потому что меня уже устало отбиваться, было такое небольшое политическое оживление август-сентябрь, я устал объяснять, ребята, политика вещь такая, вот выборы весной, но это полная чушь, поскольку даже если завтра кому-то этого захочется, то собственно надо расставить фигурки на доске, фигурки надо до этого подготовить, откатать, это требует времени. И дата, как говорится, не ранее после середины при любых сценариях, не ранее осени следующего года. Еще раз уточнение, я правильно понимаю, что если военное положение в стране, то выборы не проводятся? Да, да. Это же первое. Знаете, у нас же страна в том-то и дело, что мы уже доказали, что мы страна неограниченных возможностей в плане того, что у нас возможно все. Поэтому я, опять же, отталкиваюсь от буквы законов. Теперь второй момент. Вот вы сказали, очень интересно идет изменение национальной экономики, украинской экономики и уход от олигархата. Но путь национализации, это же тоже очень интересный путь. Это путь к усилению государства или о чем мы сейчас говорим. Это ведь очень на грани перехода от новых олигархов к старым олигархам или от олигархической системы к антиолигархической или вообще к укреплению государственной собственности в стране. Потому что банки у нас там большая часть государственная теперь национализация предприятий. Это же госкапитализм. Ну и да, действительно сейчас масса версий от такого формирования экономической базы для нынешней власти. Собственно все в нашей власти, если во власти все наши. И заканчивая конспирологическими теориями в духе Шваба. Но знаете, я не экономический эксперт, тут очень много нюансов. Допустим, да, хорошо, Укрнафта это монополист по добыче нефти. Три четверти нефти добывается Укрнафта. Это 1800 скважин, газовое месторождение, но куда эту нефть девать? Кременчургский НПЗ там летело более 30 кроматых ракет россияне садили, наверное, помятуя историю Суго Татнафта с таким ожесточением методично разрушали это предприятие. когда-то оно будет восстановлено, безусловно, но в данный момент нет переработки, а нет переработки приходится в трубопроводы сливать. Соответственно, тот актив, который формально считался генератором денежных средств для Игоря Валерьевича, в этой ситуации он не принесет в ближайшее время тех выгод. А это все опять же этих людей надо кормить, что-то платить, содержать инфраструктуру, а значит убытки, то есть потенциально убыточные. Поэтому сейчас множество версий, начиная от того, что это такой гениальный ход Бенни, повесить, ведь там есть возможность компенсации, если предусматривается, после окончания военного положения. Но судя по ответу Данилова, о том, что это после будем, это знаете, как говорится, читайте между строк, это означает никогда. Поэтому подождем, потому что пока вот какой-то четкой версии множества, но каждая из них хромает. Но в сухом остатке все равно остается то, что разрушается экономическая база украинского олимпиархического кооператива. Начиная от Ахметова и заканчивая Коломойской. А именно эти люди формировали украинскую информационную и не только политику. И последний вопрос. Мы как бы так возвращаемся снова к теме войны и давления. Буквально, если можно, коротко, очень интересно. Вы сказали, что есть очень много механизмов додавить Киев со стороны Запада. С другой стороны, тут хорошее выражение мне в голову вдруг вернулось. Это бабушка надо, я сказала. Потому что ведь вся эта история, ну, по крайней мере, начало военных действий, так точно первые месяцы, это ведь история от противного. Мы тоже активно все время додавливали, все последнее время. И уже практически додавили, когда вывезли все посольства. И может быть додавили, если бы там, я не знаю, и через месяц готовы были додавливать. Но мы как-то не додавливаемся. И в этом смысле, и даже если, вот смотрите, без авиации и Абрамсов, ну, как-то наступаем, освобождаем наши территории, вот какие шансы у Запада все-таки нас додавить? Я даже сейчас не о политическом контексте говорю, а вот скажем о том, что армия уже, мне кажется, состоялась как, если хотите, институт такой, по-настоящему, со своим видением, пониманием. Да, который, по сути, вне критики, который поддерживается на уровень поддержки неимоверный на данный момент, говорите, что украинская армия превратится завтра в политического игрока, да, но, с другой стороны, опять же, еще партия не закончена. Да, если триумфально хотя бы выйдем к границам по состоянию, которое было 24 февраля, естественно, того человека на руках несут на банк, который сумеет как говорится, с которым будет ассоциироваться эта победа. Но, на данный момент, да, победа Кальковской области освободили практически всю область, продвинулись в Луганской, освободили Херсон, но, тем не менее, у Путина остается сухопутный коридор. Пока часть Запорожской области, включая крупнейшего производителя электроэнергии, Запорожская атомная электростанция находится в руках русских. Поэтому пока, да, это победы тактические. Для того, чтобы говорить о победе, ну, правильно обозначал Вадим Александрович, ну, то есть, возвращение к той ситуации, которая, ну, изначально, которая была на двадцать четырёта этой войны. Пока, знаете, можно мечтать о, там, освобождении Донбасса и Крыма, но для этого нужны колоссальные шеверсы, которых, ну, пока наши партнёры-союзники украинской армии не предоставили. Поэтому будем смотреть на вещи реальные и крезвые. Как бы там ни было, и, я думаю, у вас до этого и были военные эксперты, которые чётко, по полочкам раскладывали, почему, ну, собственно, не самая разумная идея, там, украинские танки на Красной площади. Если добиться военного разгрома России, мы можем освободить нашу территорию, но страна с такой территорией и такими запасами оружия, пускай там половина давно уже превратилась в металлом, задача не из реалий. Андрей, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами, вам очень за это благодарны. Андрей Золотарёв был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно признательны. И, конечно, мы благодарны вам, наш спонсорный облаконный интервью. Оставайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова